Информационное пространство Украины сейчас связано с множеством стран, с которыми Зеленский ездит и подписывает эти пакты о европейской интеграции Украины, о том, что они за это. И недавно было, по-моему, буквально позавчера, на днях было заседание Люблинского треугольника. И насколько вы оцениваете весовым вклад этого Люблинского треугольника в потенциальную евроинтеграцию Украины? Поможет ли это Украине перейти вот этот фигуральный рубикон в плане евроатлантического курса и поможет ли это в будущем нам в вступлении в НАТО и в ЕС? Вы очень интересную тему вообще вспомнили о том, что президент подписывает декларации с правительствами, с лидерами стран Европейского союза НАТО о поддержке нашего вступления в ЕС и НАТО. На фоне того, что сами организации отказывают нам в этом вступлении, мы пытаемся просочиться, то есть обойти всех членов, чтобы они все согласились, и тогда мы якобы откроем двери в Европу. С одной стороны, сама информация, пиар компания хорошая, да и подход, наверное, правильный, но мы понимаем, что обойти всех не сумеем. Более того, молодых членов Европейского союза и НАТО старые, члены Германии и Франции критикуют за такой подход, потому что они говорят, что если Украина пройдется далеко по этому пути, то рано или поздно постучится к нам в дверь, мы ей вынуждены будем отказать, и что мы будем выглядеть плохо, а вы типа хорошо, поэтому не подписывайтесь в Украине такие соглашения и декларации. Это вызывает трение внутри самих этих структур. Дело в том, что эти соглашения или декларации не имеют статус международного договора или международного соглашения, то есть они не имеют статуса документа. Они ценны, пока не поменялось правительство или президент. Но пока мы пойдем про этому кругу, пройдем, ранее подписанная декларация уже не актуальна, потому что тех лидеров, президентов, премьер-министров уже нет во власти. А сам документ не является соглашением между Украиной, например, Словакией или Украиной-Литвой. Это просто заявление лидера этого государства на том, что он поддерживает. Поэтому ценность их такая сомнительная, хотя это какая-то дорога. Но разве Литва и при следующем правительстве не будет против нашего вступления? А кто его знает? Они же наши союзники сейчас. Но исторически, если посмотреть историю взаимоотношений между нашими государствами, мы были очень в разных положениях. И союзниками, и врагами. В 15-16 веке возможно. И конкурентами по-разному были с этими странами. Что касается Люблицкого треугольника. Я читал отзывы европейской прессе по этому поводу. Украина фактически пытается использовать Люблицкий треугольник, такой как квазимеханизм евроинтеграции. Но Польша и Литва ничего кроме дружбы и общих слов сегодня Украине не могут предложить. Их положение внутри ЕС и НАТО не является доминирующим. Они не могут Украину протянуть в ЕС и НАТО. Более того, из-за того, что они отдали часть своего суверенитета, они отдали часть своего суверенитета в Европейский союз и в НАТО, они даже не могут Украине предложить какую-то особую военную помощь. Не может Польша заключить оборонный союз с Украиной. Не может. Потому что у нее есть обязательства члена НАТО. Не может Польша и Литва заключить с Украиной отдельное соглашение о зоне свободной торговли. Более того, Польша мешает сейчас. И даже реализации соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом, не выдавая дозвола нашим дальнобойщикам. Это длинная история, наши зрители посмотреть. Но не может. Потому что нет у него для этого суверенитета. Поэтому это красивая платформа, где звучат правильные слова, где апеллируют к великому прошлому литовско-польское государство. Напомню, литовско-польского, а не литовско-польско-украинского. Она называлась литовско-польская. Украинские элиты там играли вспомогательную роль. И все. Да, это хорошая платформа для коммуникации. Да, хорошо, можно искренне поговорить с соседями, особенно мы говорим о Польше. Но даже вопрос дальнобойщиков не решается на этих переговорах. Поэтому, к сожалению, пока суверенитет Польши и Литвы ограничен, их членство в международных организациях, пока этот формат сугубо риторический, сугубо политический, который не будет давать весомого эффекта в части экономики или безопасности. А вот продолжая эту тему, развивая ее, все мы знаем, что сейчас Польшу душат, и Евросоюз хочет ее исключить, в принципе, за ее политику в плане меньшинств. Невозможно практически. Но пока что ограничивает финансирование Польши. Из-за ситуации в Верховном Суде, СМИ и меньшинств. Если чисто гипотетически. И ЛГБТ-браков, потому что Польша, две страны Балтии и еще одна страна в Европе. Венгрию. Которые не признают на полой браке. Венгрию, по-моему, тоже не признают. У них же институт семьи очень сильно. Не спорю, Словакия и Словения, боюсь ошибиться. Ну, вот чисто гипотетически представить, что Польша выйдет из Евросоюза. Будет ли актуальным в таком случае пресловутый Балто-Черноморский союз? Если Украина туда вступит, сможет ли это создать хоть какой-то политический рычаг на международной армии? Да, и как ни парадоксально, сегодня Польша недостаточно независима для проведения своей собственной внешней политики, формирования такого союза. Да, если бы нас окружали страны, которые не входят уже в блоки. То есть, если бы Беларусь не была частью ДКБ и союзного государства. Польша, те же со стороны Балтии, Венгрия или Румыния. Это была бы совсем другая история. Мы могли бы пытаться, и был такой период, когда мы пытались создать какое-то, или принять участие в каком-то новом региональном объединении, более продуктивном для Украины, в который есть шанс реально вступить, и в котором Украина отыгрывала бы одну из ведущих ролей, а не вспомогательную. Но этот шанс упущен, сегодня такой возможности пока нет. Сегодня мы можем заключить такой оборонный союз только с... В Великобритании, получается. Тоже член НАТО? Нет. Только в части экономики. С Британии, с США. А оборонные союзы только из США, потому что она геополитическое государство. Она может себе это позволить. Или с какими-то странами, которые сегодня не уходят в блоки. Балканы. Ну, может быть. Даже сложно сказать с кем. Там Черногория, я знаю, Албания. Да, да, да. Точно, помогли бы нам существенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok